Наука-физика, которая посвящена конференцией, которой занимался Нобелевский революционный год в Винсбург, это фундаментальная наука. Но я бы не стал разделять, не стал ставить бы забор. Это фундаментально, это прикладная. Есть, безусловно, откровенно прикладные области, есть, безусловно, высокая теория, ну там какая-то тематическая топология. А вот большая часть науки, это, конечно, переходные области. И где стоит эта граница, сказать, так что, возвращаясь к вашему изначальному вопросу, что фундаментально, что нет. В принципе, физика фундаментальна, но она имеет приложение во многих властях. Вообще говоря, этому и посвящена конференция. Человек, в памяти которого посвящен, вернее, столетие которого отвечает эта конференция, обладал очень широким кругозором физическим. Он внес вклад в огромный диапазон дисциплин. Я вот астрофизик и считаю Гейнсбурга одним из выдающихся астрофизиков 20 века. А Нобелевскую премию он получил, между прочим, не за астрофизику, а за физику низких температур. А кроме того, он внес определяющий вклад в развитие, в создание советского термоядерного оружия. Совершенно другая отрасль. Ну и, в общем, можно перечислить еще многие физические дисциплины, в которых металлаж Гейнсбург внес очень ощутимый вклад. Продолжение следует...